Скорейшее внедрение цифровизации во все сферы жизни граждан – это важный шаг для развития будущего страны. Как сегодня подчеркнул ИО президента Талант Мамытов, самая главная обязанность государства – это оказание качественных услуг гражданам с помощью современных цифровых технологий. «Хочу напомнить, что 17 декабря мной был подписан указ по внедрению цифровых технологий в государственное управление. Данный формат исключает человеческий фактор и коррупционные проявления, при этом экономия время и средства граждан. Отныне граждане должны не бегать за чиновниками, а иметь возможность через соответствующие приложения получить, например, нужную информацию в налоговой службе и других государственных органах». Без внедрения цифровых технологий невозможно избавиться от имеющихся недостатков в сфере оказания госуслуг, добавил Талант Мамытов. Он призвал руководителей ведомств решительнее брать на себя ответственность, а также раскритиковал чиновников, тормозящих и саботирующих процесс внедрения автоматизированных систем в учреждениях. «Весь мир внедряет современные технологии. У нас госорганы до сих пор работают по-старому, через бумаги. Я понимаю, что через бумажную выдачу справок некоторые руководители работают на свой личный карман. Сломать эту систему очень сложно, но у нас хватит на это воли. В моем указе указаны сроки. До марта или руководители быстро и эффективно внедрят цифровизацию, или наш разговор с ними будет коротким». Когда ложил вице-премьер-министр Равшан Сабиров, сейчас со стороны Кабмина принимаются необходимые меры для реализации проектов по внедрению электронных услуг. Напомним, что на 2021 год поставлена задача по расширению спектра предоставляемых интерактивных услуг, включая аналитику больших данных Бигдата. «Мы заслушали государственные и частные предприятия, которые занимаются разработкой пакетов прикладных программ. Считаю важным отметить, что эффективность государственных предприятий заметно ниже, нежели у частных компаний. Из бюджета выделяется более 370 миллионов сумм на содержание госпредприятия. А частные компании осуществляют определенный вклад в развитие цифровых технологий, передавая исходные коды. Из средств Всемирного банка в размере 50 миллионов долларов США, выделенных в поддержку цифровизации страны, освоено всего лишь 560 тысяч. Мы уже дали оценку этой работе и данное задание ускорить реализацию проекта». Несмотря на некоторые задержки в реализации проектов по цифровизации, в этом году Кыргызстан поднялся на 8 позиций в индексе развития электронного правительства ООН. Сейчас мы на 83-м месте среди 193 стран мира. По словам Алтымбека Исмаилова, уже можно наблюдать активное развитие цифровой инфраструктуры и электронных платформ, которые обеспечивают взаимодействие между госорганами. «Как вы знаете, были запущены такие платформы, как Тундук, которая объединяет как государственные органы, так и коммерческие организации. Вводятся такие большие системы, как система электронного документа оборота, система ЭКИЗМАТ, платежный шлюз. И в совокупности эта экосистема позволит нашим государственным органам более эффективно взаимодействовать с гражданами и предпринимателями при исполнении своих функций». Отметим, что на сегодняшний день система электронного межведомственного взаимодействия Тундук объединяет 53 госоргана и 33 коммерческие организации, которые обмениваются информацией. А главное то, что наши граждане, не выходя из дома, могут получить через Тундук 90 видов справок в электронном формате. «Мы считаем, что это достаточно большой прорыв в сфере цифровизации. Плюс к этому была внедрена единая система идентификации, с помощью которой граждане могут зайти на любые порталы и ведомственные порталы, и в том числе, конечно, и государственный портал электронных услуг. В следующем году мы сконцентрируемся, прежде всего, на исключении справок. Это очень важно. В этом на протяжении трех лет мы исключили 15 видов справок, благодаря чему прошло 5 миллионов, более 5 миллионов обменов между государственными органами. Это значит, что граждане, например, получающие социальные пособия, они не ходили по государственным органам, а государственные органы уже 5 миллионов раз запросили друг у друга информацию. Сегодня посредством системы электронного взаимодействия в Министерстве социального развития удалось произвести взаимный обмен данными с 15 госорганами, благодаря чему граждане в удаленном формате получили более 5 миллионов справок. То есть, это говорит о том, что граждане не ходили, не собирали справки. Наши сотрудники сами собрали им больше 5 миллионов справок. Также надо отметить, что в Министерстве у нас работает на сегодня 7 систем, в которых собирается огромное количество базы данных, которыми мы тоже можем обмениваться другими государственными и муниципальными органами. В следующем году, согласно указу президента, мы будем разрабатывать нормативно-правовые акты. Нам нужно будет внести ряд очень много изменений, чтобы уже в таком режиме цифровизации, нужно, чтобы исключали еще больше справок, цифровали еще больше услуг. На сегодня в Госпортале у нас 17 госуслуг мы предоставляем через Госпортал, и мы планируем еще 11 также через Госпортал предоставить услуг. В рамках реализации концепции «Санарип Кыргызстан» немалая работа была проделана и со стороны ГРС. Служба реализовала буквально за 2-3 года ряд проектов. Самыми крупными из них являются сеть «Инфодокс» и система «Еказмат». Также ведомством была запущена мобильная платформа услуги ГРС. Приложения, к слову, можно скачать через Google Play или Play Market. В 2017 году мы разрабатывали портал государственной регистрационной службы, где было более 33 государственных услуг. Но мы видим по анализу, что многие граждане переходят на мобильный интернет, на мобильные услуги. Мы в этом году в августе запустили мобильное приложение услуги ГРС. Можно пользоваться сервисами государственной регистрационной службы, проверить готовность паспорта, водительское удостоверение, кар-чек и многие другие сервисы. Также при ГРС госпредприятием «Инфоком» была разработана система «Сонарипаймак». Внедрение платформы началось в этом году. На сегодняшний день свыше 400 айлокмэту уже подключены к этой системе. Мы поставили задачу до 31 декабря 2020 года, чтобы внедрить проект «Сонарипаймак». На сегодняшний день, на 28 декабря, внедрено во всех 453 айлокмэту. С 2021 года, с января месяца, мы активно будем работать, чтобы все айлокмэту работали над этой системой. Это уникальность данной системы. Знаете, все, например, вот эти государственные услуги в будущем можно будет получать, в данном проекте можно будет получать. Так как ранее все вот эти хозяйственные книги были в бумажном варианте, сейчас активная работа ведется, чтобы внести в электронный формат хозяйственные книги. Отметим, в ходе конференции впервые была презентована мобильная версия госпортала электронных услуг, а пробовал работу мобильного приложения сам ИО главы государства. Есть мобильное приложение «Тундук». Пожалуйста, нажмите на него. При получении данной услуги не было задействовано ни одного государственного служащего. Поэтому наша цель в рамках этого указа – все государственные услуги сделать доступными с мобильного приложения, чтобы у каждого гражданина в кармане было электронное правительство. Спасибо. В работе конференции приняли участие руководители государственных органов, представители гражданского сектора и бизнес-структур. Основной целью мероприятия стало обсуждение неотложных мер, планов на будущее и задач в области цифровизации.